Дорогие друзья, добрый день. Я знаю, что вы уже поработали достаточно основательно. Мне очень приятно отметить, что мы не первый раз обращаемся к проблемам образования. Но начать я хотел бы прежде всего с поздравлений всем, кому дорого российская культура, язык, литература. Сегодня 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Я вот сподобился, как говорят в таких случаях, наконец посетил Тарханы, посмотрел, в каких условиях жил, воспитывался наш великий поэт. По результатам его жизни и творчества очень много споров. До сих пор спорят по поводу того, каких взглядов политических придерживался Лермонтов. Он был сложный человек, очень интересный, но все, кто бы ни спорил, не могут отрицать одного очевидного факта. Это был гений, и это наш гений. И, безусловно, Михаил Юрьевич был патриотом. Это очевидный факт. По-разному можно к этому относиться и разное содержание вкладывать в эти понятия, но это факт непреложный абсолютно. И очень хорошо, что мы именно сегодня вернулись к проблемам, которые всех нас волнуют. Они касаются каждого, без исключения каждого человека, каждой семьи. И вначале я хотел бы особо подчеркнуть, что наш разговор начинается не с нуля. За последние годы улучшилась и инфраструктура образования. Я имею в виду самые простые вещи, но тем не менее важные. Отремонтировано значительное количество школ, построены спортивные площадки, появились современные компьютерные классы. Важно, что вырос и социальный статус, и заработные платы учителей. Я знаю, что наверняка будут предложения по поводу того, что нужно ещё сделать на этом направлении, но всё-таки это тоже факт. И хочу вас заверить, что мы будем и дальше уделять, и я лично, разумеется, буду уделять внимание этому вопросу самое серьёзное. Серьёзные ресурсы федерального и регионального бюджетов позволили решить немало проблем. Перемены отмечают и наши граждане. В обществе растут позитивные оценки в состоянии сферы образования. Сейчас не буду приводить эти цифры, они открыты, вы можете их посмотреть. Действительно, это так. Тем не менее, нам необходимо идти дальше. Постоянно появляются новые технологии и даже новые профессии. Главное – ожидания граждан очень большие. И поэтому следует приложить все усилия, чтобы качественно преподавать, соответствовать времени сегодняшнему, чтобы ответить на вызовы этого времени и готовить будущих граждан и специалистов для нашей страны так, как этого требует сегодняшний день. Чтобы школьники, независимо от места проживания, социального статуса родителей, получали прочные знания. И на их базе смогли овладеть будущей профессией, добиться успеха и в жизни быть востребованными и полезными для своей страны. Ну и сами получали полное удовлетворение от жизни. Вновь повторю, школа должна давать не только знания. Нельзя забывать и о том, что преподавание в средней школе – это прежде всего воспитание. Так говорил наш замечательный гуманист, академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв. А учителя в России, по его же словам, всегда были властителями Дум молодёжи. Сейчас непростое время для преподавателей. Даже, я бы сказал, очень сложное, потому что поток информации такой, что очень трудно выполнять вот эту функцию властителя Дум молодёжи. Не было раньше такого, сейчас есть. И для того, чтобы соответствовать этому вызову, нужны, конечно, нужны и знания, и талант, и желание совершенствоваться. А эти потоки информации, они и положительные, но и могут быть разрушительными для любого человека, для молодого человека тем более. Мы знаем примеры в некоторых странах, которые, к сожалению, часто утрачивают и воспитательную, и гуманистическую составляющую образования. Я думаю, что это ещё для многих аукнется. Что мы сегодня наблюдаем? Всплеск в некоторых местах, во всяком случае, национализма, утрату семейных, нравственных ценностей, культурных традиций, идентичности. Это добром не заканчивается, как правило. Очевидно, что миссия школы – задавать ориентиры, которые определяют поступки, решения, выбор целей. И учитель должен учить отличать правду от лжи, помогать вырабатывать жизненную позицию. Что хотелось бы особо отметить? Проблемы образования касаются каждого гражданина, как я уже сказал, стороны. Поэтому необходимо общественное согласие по всем вопросам, связанным с дальнейшим развитием образования вообще и школьного образования в частности. Мелочей здесь, безусловно, нет. Важно и содержание образовательных программ, и квалификация преподавателя, и состояние школьных зданий, техники. И, вновь повторю, ответственность учителя за качество, за результаты своей работы очень и очень высокая. Именно поэтому считаю очень востребованным обсуждение серьёзных инициатив в сфере образования на площадке Общероссийского народного фронта, с участием представителей профессионального сообщества, общественных организаций, родителей, потенциальных работодателей, что очень важно. Напомню, что именно по результатам такого широкого открытого диалога уже были приняты понятные, разделяемые обществом решения о, например, школьной форме и проведении во всех школах итогового сочинения, о разработке концепции нового учебного комплекса по отечественной истории. Знаю, что в течение года Вы трижды в рамках круглых столов, конференций обсуждали вопросы развития образования. Хотел бы, конечно, сегодня услышать о результатах этой работы, Ваши предложения, идеи о развитии системы образования в стране. И очень рассчитываю, что наша сегодняшняя встреча будет именно в таком формате проведена. Мне бы хотелось не просто отвечать на вопросы, я готов и стараюсь ответить настолько, насколько смогу, но ещё больше хотел бы послушать Ваши идеи и предложения по поводу развития системы образования в стране. Спасибо большое. Спасибо.